Роман, ну, мы начнём, как я уже сказала, просто тупо с ситуации под Углидаром, потому что я вот все эти дни смотрела на эти горящие российские колонны, которые просто... Вот было такое ощущение, что просто российские генералы прочли сценарий фильма «Чистилище» Александра Невзорова и решили вот всё поставить, как в нём, вплоть до горящих танкистов и БТРов, которые разворачиваются по человеческим телам. Вот объясните мне, что это было? Россияне заходили на Углидар по дорогам, которые очень сложно проминировать, но все поля были проминированы и сейчас проминированы. Потому что после того, как они по этим дорогам начали двигаться, украинская артиллерия выждала определённый момент, пока они дошли до точек поражения, до пристрелянных мест, отстрелялась. Естественно, россияне с перепуху рванули сразу на поля, но они проминированы. И потому вся остальная техника, которая даже не была поражена артиллерией, она просто подрывалась. Некоторая ещё могла, может быть, и двигаться, но вот уже остановленную технику уже начинали нащупывать наши арта. То есть, в принципе, был такой расстрел, как в тире, расстрел этой техники. Ну а россияне, естественно, уже живая сила начинала разбегаться, куда только можно было, во все стороны. Кстати, очень была ещё заметна плохая ориентация. Некоторые бежали в нашу сторону. Но опять останавливались на минных полях. Всё-таки минное поле – это страшная вещь, особенно в зимнюю пору. И был нанесён довольно-таки мощный удар и по репутации, естественно, этих сил, которые наступали. И мы это видели в интернете. Они очень много видосиков позаписывали, выложили. Потому после вот такого разгрома в районе Угледара, тем более ещё наши войска не просто отбросили россиян, заняли, вернули свои позиции, а ещё и зашли на позиции россиян, на некоторые позиции, которые им пришлось ещё и оставить. Потому можно говорить о таком реверсном движении, о реверсном наступлении в районе Угледара. А правильно ли я понимаю, что после разгрома первых колонн колонны посылали ещё и ещё тем же концом по тому же месту? Несколько волн было. Ну да, колоннами. То есть были волны. Одна волна, вторая волна, третья волна. Такое впечатление, что не было обратной связи. Хотя вряд ли она должна была быть. То есть это говорит о том, что всё-таки командир, начальник этого сектора, который выполнял задачу, он просто хотел её выполнить, не понимая других, не предпринимая никаких других мер. Он просто столько, сколько у него было сил и средств, он их сжигал, но ставил одну и ту же задачу. Возвращаясь к общей обстановке на фронте, потому что, как я понимаю, это уже полноценное российское наступление. Так я понимаю, что главная точка удара – это Бахмут. И если можно, что происходит всему фронту с российским наступлением и отдельно с Бахмутом, и отдельно с Кременой и Сватовым, потому что я понимаю, что там тоже очень важные вещи происходят. Любая армия двигается вдоль дорог сейчас, по крайней мере, а тем более, когда есть определённые вопросы с погодой. Зима, скорее всего, у нас уже всегда будет такая, в ближайшее время, как минимум, ни мороза, ни снега толком. То есть нулевые температуры больше плюсовые, плюс-минус 2-3 градуса около нуля. А потому двигаться можно только по дорогам. Естественно, то, что россияне используют донецкую агломерацию, а весь Донбасс – это, можно сказать, один большой город, а оккупированная часть имеется в виду Донбасса, это Кряж Донецкий, один большой город, одна большая промзона, то там, в принципе, двигаться можно, и наступление можно планировать. Это как раз район той же Марьинки, район Авдеевки, Бахмут в том числе, там Солидар, ближе к Сиверску. Это донецкое направление. Вот оно и используется россиянами, вне зависимости от погоды, выполняются определенные поставки военной продукции, ну и, естественно, идут наступательные действия. Оптимальный вариант, конечно, у россиян сейчас наступать в районе Бахмута, так как это самый распиаренный для них, для их потребления, место на карте. Они пытаются выдавить украинские войска. Ну а остальные направления, они, вот этот погод, тоже направление, если свалует на Купинск, Сватовское, Кременское направление, это там очень сложно, там двигаться можно только по дорогам, как-то еще, может быть, в лесах, только без техники, начинать какое-то движение, или там наступление, или отступление, или оборону, но не более того. Потому основное, действительно, направление это Бахмут. Бахмут, и Бахмут, и еще раз Бахмут. Поставлена задача не взять или дойти до границ Донецкой области. Поставлена задача взять Бахмут к какому-то ближайшему, либо к Рамштайну, либо к 23 февраля, либо к выступлению Путина. То есть примерно такие же силы и советства кидаются, ну, наверное, раза в два-три больше, как на солидар. Очень короткий вопрос, тем более, что мы неделю назад это обсуждали, но военная обстановка меняется. Как вы оцениваете перспективы этого наступления? Потому что даже вот я более уточню. Сейчас у меня куча моих знакомых начинает спрашивать, ну, вот что же это такое? Российские войска наступают, российские войска давят, российские войска прут вперед. Где же Украина? Где же ВСУ? Почему оно не идет в контрнаступление? И я начала с... То есть мне кажется, что как раз самое важное для Украины сейчас действительно не идти в контрнаступление, потому что, учитывая то перевооружение украинской армии, которое происходит на наших глазах, украине гораздо важнее сейчас встать в оборону. И, может быть, да, российские войска что-то там продавят, что-то там пройдут на 5-10 км вперед. Даже возьмут Бахмут, условно говоря. Даже Путин об этом отчитается. Но для Украины гораздо важнее сейчас не сжечь резервы. Это то, что хотел бы добиться этим наступлением Генштаб. И для Украины гораздо важнее перевооружиться и начать подготовку к настоящему наступлению, которое будет совсем друг с другом. Вот это мое такое впечатление. Но здесь прошло. Вот все пропало, опять Россия наступает. Год прошел и вот опять. Нужно понимать все-таки задачу в принципе любой армии. Правильную задачу. То есть, если военными компаниями управляют не политики, а военные, то главная задача любой армии уничтожение армии противника. И чем больше, тем лучше. Не важно на каких рубежах. Не важно, допустим, какими методами или какими мероприятиями это происходит. Пока остается армия противника целой, невредимой или увеличивающейся, не играют значения самой территории как таковой. А потому и уничтожались противник, уничтожался противник и в Мариуполе, даже за счет окружения. Уничтожался противник и в Северодонецке, мы это прекрасно помним, то есть удерживали Северодонецк, но как раз для того, чтобы не удерживать город таковой, а для того, чтобы уничтожать противника, так как они сами собирались, собирались пачками. Уничтожался противник в Солидаре, так как была поставлена задача, мы это поняли, потому уничтожали максимально его там. А сейчас уничтожается противник в Бахмуте. Это та же картина, как и в Северодонецке. Муравьи на сахар, они туда сбегаются, практически все туда затягивают, и все войска более-менее боеспособные, туда подтягивается максимальное количество боеприпасов, техники, потому сейчас Бахмутская, вот эта полудуга, используется украинскими войсками, артой, так как она находится сейчас на превышении западнее Бахмута, используется артой для уничтожения российской армии. Потому, я думаю, не стоит беспокоиться нашим помощникам, по крайней мере, людям, которые за нас болеют, как раз в движениях украинской армии. Сейчас идет период уничтожения той волны российских, мобилизованных, которая была собрана в течение октября месяца, октябрь-ноябрь, подготовлена в течение двух-трех месяцев, и вот эта волна сейчас заходит в Украину. Нам ее надо сжечь, то, чем мы и занимаемся. Оптимальный вариант, если будет, допустим, выжигать ее на берегу того же Аскольского водохранилища, или на Кряжи, который идет от Горловки до Сиверска, это будем делать в таком режиме. Спад этой волны будет где-то через месяц, то есть на март месяц уже пойдет спад за счет уничтожения одной, за счет того, что они будут просто уже заканчиваться, так сказать, эта волна будет заканчиваться российских войск. А вот уже потом надо идти на противоходе так называемом, не сейчас в никаком случае, а на противоходе, на вот этом спаде, вот уже на плечах уставшего противника с одной стороны, может быть даже отступающего противника, на этих плечах надо начинать уже наше контрнаступление. Я думаю, именно так и планируют наши командующие именно так сделать. Понятно, что и может быть два-три хода, которые в принципе возможны при получении нового вооружения для того, чтобы как-то развеселить публику, которая за нас болеет, я сейчас это в качестве шутки развеселить, но тем не менее совершить два-три интересных хода для уничтожения того же Крымского моста или затоплению двух-трех корветов, либо, допустим, выносу Севастопольской бухты, но это в зависимости от фантазии нашего руководителя моря, Нейшпапы, уже как он к этому делу отнесется. А так оптимальный вариант сейчас выдерживать, сжигать, а через месяц где-то начинать движение в обратную. Субтитры создавал DimaTorzok